всем привет сегодня у нас на обзоре горячая новинка от хонор беспроводные наушники хонор airbus 2 lite буквально в прошлый месяц они были анонсированы вот вот такие вот наушнички форме вкладышей дизайн в принципе похож на многие другие до модели других производителей в том числе но в данном случае как по мне смотрится они вполне приятно вот ну и самое главное здесь у них то что при длительном ношении наушники благодаря своему дизайну они практически не ощущаются какого-то дискомфорта для ушей нет при внимании этих наушников тоже особо какого-то какой-то продолжительное время нет дискомфорта ощущающегося да то есть ну то что вот мы были в наушниках сняли какого-то особой разницы не ощущается как вот по мне когда я тестировал ходил с ними несколько часов вот но плюс еще это достигается за счет того что у них небольшой вес вот вес одного вкладыша 5 с половиной грамм то есть оба наушника примерно 11 грамм весит вот так же у нас здесь вот такой вот чехол в принципе здесь ничего обычно необычного в нем нет кнопочка здесь получается так вот он открывается здесь пятаки для заряда вот при первом включении в принципе когда открываем чехол сразу наушники готовы для сопряжения уже если мы сопрягли вы их с одним устройством на нас сопрячь другим просто удерживаем открываем чехол и удерживаем две секунды вот эту кнопку начинает у нас мигать сейчас зеленым горит когда вот мы так открываем когда они уже сопряжены начинает здесь мигать белым цветом это значит то что они перешли в режим сопряжения вот емкость этого чехла у нас 410 миллиампер аккумулятора емкость аккумулятора встроенных наушники по 55 ампер часов миллиампер часов извиняюсь по наушникам значит у них заявлен 10 часов автономная работа время автономной работы если мы еще используем подзарядку от чехла то у нас уже здесь время автономной работы возрастает до 32 часов вот немножечко не сходится по емкости получается да то есть здесь получается сумме 110 у нас если они играют 10 часов то как бы нам еще получается 22 часа до 410 миллиампер должно было хватить по идее на большее время то здесь нужно еще дополнительно тестировать это время автономной работы но по крайней мере вот заявлены такие цифры вот что у нас здесь из основных особенностей то есть самая главная фишка этих наушников это наличие двух микрофонов и соответственно функция активного шумоподавления как эта функция работает работает она следующим образом благодаря наличию этих двух микрофонов у нас происходит взятие сигнала о шуме то есть этот этой звуковой шумовой волны из окружающей среды обработка и и получается там убрать убирая некоторых шумов да там каких-то таких специфических и обработка процессором он переворачивает эту волну принятую и выводит ее в перевернутом виде в перевернутом на 180 градусов виде на получается драйвер то есть на сам динамик этого наушника то есть вместе с полезным сигналом во время воспроизведения музыки это перевернутая волна она выводится и тем самым она компенсирует собственно ту волну изначальную которая снята с помощью микрофонов который приходит к нам в виде тоже звуковой волны то этой шумовой да то есть она уже попадает к нам через наушник через ухода происходит компенсации в общем этого шума внешнего с помощью вот этого перевернутого скажем так шума который обработан процессором вот таким образом у нас большая часть шума гасится и соответственно мы как бы можем больше погружаться в музыку то есть меньше ощущать шум тот который на нас окружает вот здесь также есть плюсы есть минусы определенные есть некоторые особенности иногда бывает подглючивает эта технология ну как бы это не то не конкретно в этих наушниках а просто есть там особенности работы например не рекомендуется в тихих помещениях использовать если сильный ветер может быть на улице могут быть свист наушниках из-за сильного ветра то есть он может быть усиливаться микрофоном некорректно вот то есть некоторые нюансы шумоподавление ногу большинстве случаев она очень полезны как бы это основная фишка и за счет этого так понимаю наушники у нас достаточно дорогие то есть у нас изначально на старте продаж продавец заявляет примерно 100 долларов то 99 там с копейками долларов в цену вот по акции сейчас будет акции те по акции они будут стоить около 60 долларов вот эти наушники что здесь еще про них можно сказать вот по поводу шумодавы я сказал есть еще два режима помимо шумодавы есть еще режим который наоборот усиливает внешний шум для чего этот режим нужен например когда мы одели наушники сидим мир в офисе слушаем музыку к нам при подходит наш коллега хочет пообщаться там по рабочему вопрос в каком-то моменту да мы приостанавливаем например музыку и включаем второй режим режим этот усиление и у нас соответственно наушники будут усиливать внешне вот этот вот звуковой сигнал то есть мы будем лучше слушать об они оппонента нашего той находясь в наушниках то есть мы если просто у нас были бы обычные наушники без этого без усиления дан как тип слухового аппарата получается аналог такой есть так прям грубо говорить вот то есть мы здесь уже будем лучше слушать того кто собеседник который с нами разговаривает вот есть также третий режим это режим отключения полностью всех шумодавов всех усилителей этого шума до звука точнее должна правильно сказать то есть они превращаются в обычные наушники иногда это очень полезно например при вождении автомобиля при езде на велосипеде потому что все равно нужно слышать сигналы других водителей да на велосипеде вообще там могут нафиг шибить если в каком-то крупном городе идете при переходе улиц тоже надо быть внимательным там и так далее когда у нас наушники так неплохо гасит внешний шум скажем так благодаря своей конструкции тут плюс мы еще включаем шумодав вот и что-то можем пропустить то есть иногда лучше вообще это выключать шумодав вот шумодав здесь должен быть до адаптивным то есть он там от зависимости сам должен анализировать уровень как бы природу происхождения шума скажем так и уже корректировать ее там немножечко разными алгоритмами как я понимаю подстраиваться чуть-чуть то есть там микропроцессор все-таки это операции еще дополнительные для подстройки он проводит скажем так вот более точно тут уже к сожалению технически это не описано как происходит но тем не менее как-то так оно должно работать заявлен здесь 10 миллиметровый драйвер по размерам то есть примерно сантиметр ну то есть не примерно сантиметр что очень хорошо как бы да то есть размер достаточно большой у драйвера bluetooth 5 2 у нас версия то есть благодаря этому у нас низкие задержки но соответственно если у нас то устройство которым подключаемся поддерживает bluetooth 5 2 у нас будут низкие задержки там это актуально в принципе для игр но я честно говоря не знаю кто будет в этих наушниках играть только если на смартфоне играть в какие-то смартфонные игры обычно задержка более актуально как мне кажется для компьютерных игр но там соответственно используются обычно проводные геймерские наушники не вкладыши возможно для кого-то собственно это будет актуальна именно задержка вот этой по bluetooth 5 2 но это не основная фишка основная фишка это именно шумодав вот далее есть у нас еще приложение для управления этим наушниками но так как наушники свежие наушники то выпустить выпустили приложение в приложении их добавить не успели то есть я поставил приложение убедился что действительно так на странице продавца тоже соответственно об этом говорится так сейчас вот он меня он ищет так не смогу сейчас нам показать потому что здесь еще поиск не закончился где нет вот добавить вручную есть так сейчас ну вот видим какие тут устройства из наушников то есть в категории развлечений они все наших нету то есть их пока еще не добавили в это приложение хотя приложение я качал по qr-коду который у нас вот в этих замечательных брошюр очках предоставим сейчас я их чуть позже покажу вот поставляется в такой вот коробочке тут я уже открыл ее покажу заднюю крышку на боковой крышке здесь у нас вот нанесено получается то что 32 часа автономной работы до 32 нам даже правильнее говорить активно вот это вот у нас остановка шума скажем так да здесь всякие серийники идут вот кабель комплектный вот у нас в тайп-c получается амбашюр и смены два размера с и л то есть малый и большой средний размер м канал же у нас здесь установлено вот вот у нас задние получается крышка от коробки но здесь тоже самое написано еще сказано у нас про 10 минутный заряд ну в 10 минутный режим быстро зарядки по которой кстати забыл сказать то здесь на заявлено что в течение 10 минут если мы заряжаем то можем до 10 часов пользу до 4 часов пользоваться наушниками после этого вот но здесь скорее всего за стоит звездочка здесь скорее всего имеется ввиду то что можно использовать ну вот здесь да здесь вот написано то что в звук 50 процентов вот и и sim вот получается должен нас быть активен то есть из бисе они поддерживают и и они какие там в расширенные кодеки скажем так аудиофильские от qualcomm а они здесь не поддерживаются ну то есть менять принципе смартфонах поддерживать вроде как да эти кодеки но именно наушниками они не поддерживают здесь то есть самые продвинутые ты и и си скажем так режим вот ну как как я скажу по своему опыту достаточно и и си в принципе хорошо играет и с бисе тоже неплохо вот для таких наушников за глаза вот этого режима вот я сравниваю получается вот с этими наушниками с one plus то здесь тоже и си режим все что они могут да то есть максимальный вот чуть позже я расскажу что мне больше понравилось по звуку вот по поводу инструкции еще почему-то в инструкциях нет русского языка тот же даже украинский есть румынский там так далее про россию что-то как-то здесь забыли даже вон арабский какой тут есть вот инструкции тоже мягко говоря фельдки на грамот потому что мало чего на самом деле написано эту за эту гарантийную карту положили ладно у них так принято вот в основном полезной информации у нас есть вот в этой брошюрке здесь у нас показано как вот получается спрягать устройство как их заряжать тут понятно да как сделать сброс на заводские настройки вот принципе у нас здесь все языки предъявлены и видите русского здесь как бы нет вот вот он собственно qr-код для приложения только под android они touch control здесь описан зарядка ну вот но в принципе здесь ничего интересного нет кратко если сказать двойной этап получается это у нас проигрывание или пауза можно настроить еще через приложение но пока приложение как видим с этими наушниками работать не умеет то есть там можно следующий трек поставить что перематывался до автоматически ну то есть переключался на следующий трек и так далее еще какие-то должны быть под настройки вот также при долгом получается удерживать этой сенсорной кнопки течение пяти секунд пример у нас меняется собственно режим шумодава если удерживаем 10 более 10 секунд у нас происходит сброс на заводские настройки это имейте ввиду когда будете пользоваться мода он то слишком долго его не держите вот но по зарядке здесь все понятно по тач контроль тоже понятно приложению понятно но сейчас не работает вот по значит заре по получается соединению по умолчанию когда мы открываем первый раз да они у нас готовы к сопряжению с устройством с каким-то смартфоном там с планшетом просто сопрягаем если она сопрячь второй раз или с другим установ второй раз другим уже устройством bluetooth отключаем от того устройства от первого открываем крышку удерживаем получается эту кнопку в течение двух секунд начинает мигать у нас белым цветом индикатор после этого можем сопрячь уже с другим устройством вот ну здесь в принципе все поэтому получается мануальчик у здесь вот еще есть такая у нас брошюрка вот здесь кстати языки тоже видно нету здесь там по моим дальше было еще написано какие языки да вот она нету русского языка но ничего тут такого интересного нет на самом деле ну конечно странный непонятно почему нет русского но здесь ничего особого полезного информации полезный нет а тех же режимов шумоподавления могли бы написать нет типа догадывайте сами десны там голосовой помощник есть который у нас собственно ну озвучивает название режима текущего который выбран то есть мы когда нажимаем там она озвучивает получается этот режим вот что еще здесь можно сказать качество звука со встроенных микрофонов тоже весьма хорошие то есть я пробовал записывал наушник у меня были сопряжены в среду 4 prime со смартфоном я с него звонил получается на meizu 16 его с которого сейчас снимаю собственно и делал запись со стороны родные потому что родные имеет записывать и получается что у нас качество звука в принципе сопоставима с тем же качеством когда я просто смартфона разговаривают без наушников также включая запись то есть с точки зрения микрофона все очень даже хорошо то есть отлично меня будет собеседник слышать вот это у нас получается по встроенному построенным микрофоном теперь давайте поговорим о самым важным качестве звука прошу подавление пока не буду здесь углубляться в этом видео про качество звука поговорим изначально я показывал эти наушники one plus z скажу что на самом деле мне звучание вот этих one plus нравится больше чем вот этих фон русских наушников то есть у хонора как по мне больше идет перекос все таки опять таки на высокие частоты вот здесь в этих наушниках one plus звук лично для меня он более приятный не могу сказать что на хоноре звук плохой звук здесь тоже хороший но тем не менее он все-таки несколько уступает вот наушнику one plus хотя one plus сейчас стоит около 39 долларов но единственно у них естественно нет шумодава за эти деньги вот и one plus там еще нюанс то что у меня с meizu 16 иногда они подглючивают пропадая сигнала если идешь по улице с redmi 4 такого момента нет вот здесь у хонора без разницы что там meizu у меня что redmi сигнал очень устойчиво никаких там какие-то подлагивания ничего такого нет то есть работают они очень вообще устойчиво все антенны здесь хорошо спроектированы ну или передатчик мощнее просто здесь не помню какая мощность one plus здесь по моему 8 децибел еще смотрел был заявлен сейчас еще раз откроем 8 дбм точнее до 8 дбм ну вот зато у хонора еще плюс есть такой достаточно ощутимый баста если мы включаем композиции где этот бас он явно выраженный то у нас где они босят довольно таки так уверен то есть ну в принципе то что здесь большой размер драйвера она видно бас у нас достаточно насыщенный получается в обычных композиций где баса нет они играют в принципе правильно да то есть никакого там лишнего вот этого пердения бубни битва бубнение нет в принципе сцена вся слышно там да то есть достаточно детализированно получается но единственно то что вот иногда уходит все-таки в завышенную область высоких то есть не совсем приятный звук получается на ряде композиции то есть не на всех на очень малом количестве но бывает есть могут идти также искажение соответственно ряде композиций вот небольшие если громкость у нас достаточно высокая вот а так в целом звук очень качественные вот ну я считаю то что реально их оправдана цена как раз таки вот эти вот 60 долларов как они сейчас стоят по акции вот за 100 долларов я бы их наверно не купил эти наушники то есть сотку они явно не тянут даже с учетом функции шумодава вот шумодав я буду тестировать попробовать отдельно еще но здесь также опять-таки будет тестирование она будет субъективная потому что как-то передать качество вот этого звука да то есть включенным не выключенным шумодавом я вам не смогу да то есть каким-то запись сделать да то есть здесь уже будет мое с мои субъективные ощущения будут просто переданы рассказано будет об этом вот что еще здесь по ним можно рассказать так по управлению я в принципе рассказал в принципе здесь пожалуй и все да еще забыл упомянуть зарядка полная получается наушников когда они в чехле в течение часа достигается быстро как я уже говорил в течение 10 минут вот и в чехол сам полностью заряжается за полтора часа вот еще хочу отметить что вес если кому-то интересен до самого получается чехла я также замерял то есть примерно 40 грамм весит сам чехол и получается порядка полтинника весь полностью весь комплект то есть тоже достаточно легенькие